Друзья, я вас всех очень рад приветствовать, особенно тех, кто выжил после праздников. У меня в комментариях я вот довольно часто встречаю два основных вопроса. Первый, это что бы ты взял сейчас, если бы у тебя, к примеру, не было Camry 40-ки, то есть так бюджетненько, не знаю, там, взял бы еще раз 40-ку или все-таки на 50-ку, может, смотрел. И второй вопрос, что взять после 40-ки. То есть, друзья, я, так сказать, тоже, вы знаете, мучаюсь этим вопросом в какой-то степени. Я просто выскажу вам свое мнение-то этого. Ну, давайте начнем по порядку. То есть, если бы у меня не было там 40-ки сейчас, то я бы, наверное, то есть здесь простой ответ, я бы, наверное, в настоящее время, да, действительно, смотрел бы уже, возможно, на Camry 50-ку. Ну, друзья, дело в том, что я эту 40-ку брал пятилеткой. Поэтому вот примерно по этой логике, конечно, с отступом уже более большим, я бы смотрел на 50-ку. Не на рестайлинг, на 50-ку. Не знаю, как кому там, больше американка заходит, кому-то европейка, то есть в зависимости от бюджета. Но мой ответ вот здесь таков. А вот, друзья, гораздо сложнее ответить самому себе на вопрос, что взять после 40-ки. И здесь действительно муки выбора определенные, потому что, к примеру, ту же 50-ку после 40-ки, ну, я вам так скажу, ну, не хочется. Ну, лично мне. То есть, это, конечно, дело личное каждого, но вот лично мне не хочется ни европейку, ни американку после 40-ки. То есть, душа просит действительно уже чего-то другого. И здесь я хотел бы вам сказать, что вот действительно Camry 70-ка, американка, на вторичном рынке в какой-то степени может вам зайти. Я думаю, если вы там придерживаетесь подобной какой-то логики, мировоззрения. То есть, я, друзья, общался с одноклубниками, с таетоводами многими. Многие говорят, что действительно, вот после 40-ки пересаживаться на 50-ку, это как-то не камильфо. То есть, ну, душе не заходит именно в этом варианте. А вот американка. Вы знаете, ребят, что я в большей степени, те, кто смотрят мои видео, там, придерживаюсь, да, лояльности к европейкам, к официалам, так называемым. Но не в этом случае. Друзья, ну, наверное, первое, это внешний вид. Они перестали экспериментировать с внешним видом. Я имею в виду американки, да, вот так называемые. То есть, 70-ка Camry, официал европейка, внешне выглядит точно так же. Ну, за исключением там совсем мелких деталей, которые обывателю обычному, так сказать, на глаз, ну, не увидят это. Внешнее сходство идентичное. Дальше, друзья, здесь мы получаем новый двигатель, который уже ставился совсем недавно на официалов. А здесь он уже вот именно в американке устанавливался с первых годов. В частности, вот даже в 2018-м годе, вы здесь уже можете встретить новый двигатель 2.5 А25А FKS. Сейчас капотик дернем, пару слов буквально о нем. В двигателе применяется алюминиевый легкосплавный гильзованный блок цилиндров здесь с открытой рубашкой охлаждения. Гильзы вплавлены в материал блока. Первый цилиндр лишен полноценного охлаждения со стороны лобовины, что позволило уменьшить общую длину блока. Каналы для масла и антифриза здесь сближены, способствуя лучшему теплообмену, ускоряя прогрев холодного двигателя. Это плюс, безусловно. То есть в холодную погоду он прогревается быстрее и снижает температуру при высоких нагрузках. То есть, как вы понимаете, это, безусловно, тоже плюс. Как и другие современные тойотовские моторы, А25А имеет высокую геометрическую степень сжатия 13. И я здесь хотел бы особо выделить и подчеркнуть слово геометрическую. Хотя точнее все же было сказать степень расширения здесь. Реальная степень сжатия при работе по циклу Миллера значительно все-таки ниже, друзья. Так что двигатель изначально тоже рассчитыван на использование обычного бензина РОН-91, либо регуляр, такой есть в Японии бензин регуляр. Я об этом тоже говорил. Ссылки, кстати, кому будет интересно, я оставлю по поводу бензина. Вот в описании под этим видео я поставлю ссылочки. Можете пойти посмотреть, что у него в допусках по бензину. В приводе клапанов у нас используются здесь гидрокомпенсаторы. Гидрокомпенсаторы клапанных зазоров и роликовые толкатели, рокеры. То есть здесь, по сути дела, в этом уже моторе, друзья, стоят гидрокомпенсаторы. Официально предписанные производителем значения вязкости масел на этот мотор А25А. Это у нас 0В16, 0В20, 5В30, всеми нами любимые, 10В30 и 15В40. Вот этот вот перечень, это то, что в зависимости от температуры окружающей, ну, условно говоря, в каких условиях она будет эксплуатироваться, по сути дела, ей предписано. То есть, друзья, фактически ресурс по нему заявлен около 300 тоже. То есть заявленный прекрасный ресурс по этому мотору. И это второй пункт, что вы получаете, по сути дела, обновленный мотор. Но это не все. Идем дальше. Третий пункт. Расход. Здесь тоже очень интересно все. И это же я все подвожу к тому, что автомобиль уже в каких-то годах у нас, да, имеется. Там Toyota Camry 70, именно американка, с двигателем вот этим А25А. Теперь вот по расходу. В городе, друзья, у него заявлен, ну, по документации это я должен сказать, 8,1, по трассе 5,7. Теперь, что у нас на практике? Друзья, по расходу здесь картина вообще очень классная. Смотрите, вот владелец этой камриухи живет за городом. На работу ездит в город, соответственно. То есть, и выходит у него смешанный цикл, в чистом виде смешанный. Поскольку и по трассе, ну, вон так, под Киевом, да, чуть-чуть. И, соответственно, по пробкам. Значит, смотрите, вот на практике. Значит, предыдущий период, вот у нас 7,6. Вот он, видите, 7,6. Текущий сейчас 8,8. Вот вы можете видеть. Но, друзья, текущий, это я сейчас стою, ну, холодно. Она включена, заведена. То есть, ориентироваться проще вот по этому, 7,6. То есть, вот такой вот, а это в чистом виде смешанный. Вот у него и получается на практике. Вот и думайте сами. То есть, видите, как вот этот обновленный двигатель, что нам выдает. Ну, это реалий. То есть, вы получаете ко всему же офигенный экономичный двигатель. Который довольно-таки производительный. То есть, ее назвать там овощной, да нельзя. 2,5 ей вполне. Ну, единственное, конечно, если вы в заездах, опять-таки, участвуете и любите там сумасшедшим образом скорость, то этот вариант не для вас. То есть, вам 3,5 нужно. Но, если вам для такой бытовой повседневной эксплуатации, то конфигурация с расходом топлива у нас здесь по бензину, ну, просто замечательная получается, прекраснейшая. Дальше, друзья, карабасик. Здесь получаете вы, опять-таки, восьмиступку. То есть, что уже, это новая коробка, что уже тоже плюс. Она, соответственно, тоже немаловажную роль принимает. Тоже в экономии, так сказать, топлива. При этом, здесь у нас, видите, есть режим ограничительный. Вот, ну, он мне когда-то писали, да, я уже неоднократно об этом рассказывал. То есть, S1, там, да, это у нас выше первой, не переключится. S2 выше, там, вторая, и, соответственно, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой. И вот, да, там, восьмой. Ну, самая высокая, по сути дела. То есть, карабасик мы здесь получаем тоже прекрасный восьмиступка новая. И это все, опять-таки, на американке, друзья. Вот, по сути дела, даже, который четыре годика. То есть, вариант очень неплохой, опять-таки. Подобные коробки на официалов начали ставить относительно недавно. То есть, как обычно, да, в первую очередь, это было все реализовано и установлено у нас на американках. То есть, поэтому, если берете, пересаживаетесь даже с той же камрюхи сороковки, это все комплексно, по идее, должно вам зайти. Ну, в моем понимании, то есть, я, опять-таки, не настаиваю на эталоне мнений. Но, мне кажется, должно зайти. Друзья, что касается места сзади, знаете, я в этом видео не буду отвлекаться на эти вещи, потому что я уже неоднократно делал обзоры подобные, так, более фундаментально мы говорим. То есть, по дорожному просвету, кстати, здесь несущественно оно отличается. Он здесь, по-моему, 145, да, здесь 145, ну, то есть, считайте, там, 150. Это не бог есть что, по сути дела, как бы это все нормально. Но, опять-таки, по всей этой философии, если пересаживаться, да, вот именно с сороковки, отвечая на этот вопрос, на вторичном рынке именно американка может быть для вас недурственным вариантом и действительно зайдет. Потому что, подведя итоги, да, здесь мы получаем карабасик восьмиступочку, новый двигатель этот, то есть, я вам чуть-чуть там рассказал про него, он действительно неплох. Расход прекрасный, ну, и внешний вид, то есть, даже в дорестайле, она, кстати, особо даже в рестайлинге, там, ну, тоже, там надо глаз наметанный иметь, то есть, идентично. Поэтому вариант действительно очень недурственный, друзья. Всем удачи, добра, пока!